Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате азитромицин. Азитромицин выпускается в виде капсул по 0,5 г азитромицина дегидрата в упаковке по 3,6 штук. Действующее вещество – азитромицин. Он относится к антибиотикам широкого спектра действия. Антибиотик Азолит – представитель новой подгруппы макролитных антибиотиков. К азитромицину чувствительны граммоположительные коки, некоторые анаэробы и другие. Неактивен в отношении граммоположительных бактерий, устойчивых к азитромицину. Показаниями являются инфекции верхних отделов дыхательных путей и лорорганов, такие как ангина, воспаление глант, воспаление полости среднего уха, скарлатина при инфекциях нижних отделов дыхательных путей, бактериальных и атипичных, бронхит, рожа, вторичных инфицированных дерматозах, инфекциях мочеполовых путей, при болезни лайма. Перед назначением пациенту препарата желательно определить чувствительность к нему микрофлоры, вызвавшие заболевание у данного больного. Азитромицин следует принимать за час до еды или через два часа после еды. Препарат принимают один раз в день. Взрослым при инфекциях верхних и нижних отделов дыхательных путей, инфекциях кожи и мягких тканей назначают одну таблетку в один день, затем по полтаблетки со второго по пятый день или по таблетке ежедневно в течение трех дней. При острых инфекциях мочеполового тракта назначают однократно две таблетки, детям назначают препарат с учетом массы тела, детям при массе более 10 кг из расчета в первый день 10 мг на килограмм массы тела, в последующие четыре дня по 5 мг на килограмм. Возможен трехдневный курс лечения, в этом случае разовая доза составляет 10 мг на килограмм. Противопоказанием является повышенная чувствительность к макролитным антибиотикам. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok